Итак, всем привет, с вами Добгэй, и мы продолжаем играть за Италию, Ферс Фаран 4, Ванилу, с желанием привести секретную партию к власти, но пока что мы медленно движемся по фокусам, потому что здесь очень много ограничений. Ну, а здесь же мы сейчас будем нападать на Грецию, поехали. Я еще также решил сюда флот немножко задействовать, ну вот это просто мы сейчас дадим превосходство, но здесь будем топить конвои, чтобы попроще было острова забрать, и собственно говоря, конец Лиги Наций там ивент, но это ничего. И мы чуть-чуть подождем, пока у нас генерал дойдет, и додеплуются вот эти войска, тоже сюда поддобавим, либо вернутся наши добровольцы. Ну, на остров, конечно, мы будем высаживаться сразу, не будем ничего ждать, потому что, собственно говоря, зачем. И вот наши добровольцы вернулись, всех на позиции, танки нам здесь уже не нужны, и сейчас будем наступать нормально. Вот, после взятия острова мы переходим в наступление на севере Греции, подготавливаем высадку здесь также, чтобы побыстрее капитулировать ее. Если у нас здесь армия, то я, пожалуй, просто отправлю часть сюда, в гарнизон как бы, ну и часть можно отправить даже, не знаю, куда-нибудь сюда, потом пригодится. Вот, Греция капитулировала, мы теперь можем спокойно ее аннексировать. В принципе, вот сразу вот так. Отлично. Я, кстати, обнаружил, что мы, так как мы вошли в союз с Англией, можем взять себе итальянскую империю. Так понимаю, ну да, потому что мы с кем-то из них в альянсе. И это даст супер-классный баф, воздушное задание национальной провинции, организация дивизия важна, организация флота тоже прекрасна, то есть на самом деле неплохо. Единственное, что это потребует два больших фокуса, один маленький, а мне сейчас будет промышленный взять. Так что, ну в один момент, я думаю, мы возьмем вот это вот, и потом перед выходом из альянса с Британией. Пока стоит подумать, куда мы хотим. Да, допустим, Турция гарантируется и Британией, и Германией, значит, цель не очень интересная. А вот какая-то, не знаю, Болгария. Да, да, у нас из-за нейтралов мы не можем на Болгарии напасть. Значит, будем в Ягославии куда-то целиться. Мы отправляем ультиматум к старца Сербии, у нас войска плюс-минус на позициях. Здесь немножко мы еще им опыта поднимем, потому что у нас здесь шаблончик не самый хороший. Надо увеличить его, и значит, опыта у них упадет. Единственное, у нас нет людских ресурсов, но как только мы вступим в войну, мы сможем его поднять. Опять же, из-за того, что мы не фашисты, мы не можем просто так взять и подставить расширенный призыв. Нужна война. Сербия подчиняется. Забавно. Давайте дальше тогда. Где-то делают всю эту кучу стран просто независимыми. Франция? О, а это нам надо. О, а это мы сейчас съедим. Чешногория тоже подчинилась. Мне кажется, из-за того, что Югославия развалилась, это очень много чего нам сломало. Британская империя была атакована в США. Причем это разные войны, по ощущениям, да? Да, они не в Альянсе, это просто разные войны. Прикольно. Ну, ничего, мы просто дальше делаем наши фокусы. Строим нашу военную промышленность. И вступаем в войну, наверное, когда по леску накопим, чтобы поставить закон. Так же делаем наши первые штурмяки. Они у нас вот такие получаются. Не слишком много у них атаки будет. Ну, потому что у них только один слот, собственно говоря. А так же нам как бы нужно что-то на атаку им поставить. Вот это обязательно нужно. Поэтому не такая у них большая атака. Но в следующей версии будет больше слотов. Значит, мы сможем побольше атаки сделать. Но уже начать штурмяки делать пора. Так же делаем им иконку другую. И запихиваем в производство. Мы как раз уже скоро исследуем. Ну, как скоро 100 дней. Следующая версия самолетов. Вот так, политки у нас достаточно. Просит нас закладывать помощь в войне. Блин, а нельзя только в одной войне. Топить войну. Сусско-британская. Нет, в США я тоже начинаю воевать. Ну, что поделать. Собственно говоря, так. Это вы. Отменить. Сейчас мы сменяем наш закон. Чуть подождем, чтобы у нас восстановились запасы. Мэн Пауэра во всех дивизиях. И после этого уже начнем наступление наше. Единственное, в Африке мы начнем наступление сразу. Потому что можем. Собственно говоря, здесь у нас третья скорость. Пускай здесь все закрасят. Здесь Британия сама все закрашивает. Остров мы тоже можем спокойно уже захватывать. Сюда я пригнал и регуляров из Африки. Потому что почему бы и нет. И вот наши самолеты новые. Сейчас их будем делать. Так вот так вот будут выглядеть наши новые штурмовики. Мы все так же им добавляем сюда орудие. Это на атаку. И плюс это чуть-чуть добавит нам для ударов по логистике. Если вдруг нам понадобится. Сюда мы добавляем нам защиту. Потому что супер нужно. И кстати говоря, так у нас не получится. Значит придется, наверное, орудие уменьшить. Нам нужны новые двигатели. Если они тянут. Дальность тоже нам обязательно нужна. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, поменяли мы наши пушки на тяжелые пулеметы 4. И все стало хорошо. Вот он наш новый штурмовик. Собственно говоря. Тоже сейчас иконочку ему какую-нибудь красивую найдем. В крайней мере получше. Ну, две разницы. Пускай будет это вот это. И теперь... Не там их поставили. Но ничего. И истребители делаем. Ну, я посчитал, что нам без двигателей не получится нормально истребитель достроить. Так что следуем следующие двигатели побыстрее. Германия вступила в войну с одним из Советских Союзов. И с Испанией. Короче, пошло что-то невообразимое происходить. Потому что это не исторический фокус. Ну, ничего. А здесь мы выбили наконец к острову. И в Африке успешно продвигаемся на запад. Чтобы вы понимали, Советский Союз вступил... Другой Советский Союз вступил в союз с Германской империей. Так понимаю, вот этот, типа, выбор был Ишки. Хотя по промышленности и по дивкам не скажешь. Хотя нет, по дивкам как раз таки вот скажешь. По промышленности нет. Посмотрим, что получится из этого. Но пока что происходит черти что. У нас восполнили потери Мэн Пауэра. Можно начинать потихоньку пытаться пробиваться. И в этом нам должна помочь наша высказка. Но посмотрим, как что будет. В целом, все выглядит не так плохо. Но здесь есть поддержка воздуха с моря. Посмотрим. Цифры выглядят положительными. Здесь, конечно, все посложнее. Потому что здесь просто в горы мы долбимся. Но на севере, допустим, неплохо. Заметил, что я на севере Африки здесь французы используют авиацию. Или по американцы пригнали сюда свою. Но мы отвечаем на это тем же самым. Пригоняем сюда наши самолеты. Здесь высказка успешная. Надо срочно забрать Марсель. И мы сейчас сможем попробовать даже сделать окружение. Выбиваем мы последнюю французскую дивизию здесь. Поэтому сразу пробуем идти здесь на север. И, собственно говоря, занимать переход этот. Занимать речку. И закончивать окружение. Добро пожаловать, что здесь пригнали американцы свои войска. И даже часть танков. Так что мы чуть-чуть приостановимся. И получим бонус от планирования. Но здесь у нас все хорошо. Также я часть своих войск отправил в эту Африку. Уже в центральную. Помогайте там британцам. Скоро, я думаю, Франция здесь тоже упадет. Это скоро оказалось... Ну, очень скоро. А почему у нас так мало счета? Хотя именно мы капитулировали Францию. Почему Германия тысяча? О, Британия тысяча. Где так Британия воевала, чтобы получить тысячу счета? Это ненормально. Ну ладно, возьмем себе точно какую-нибудь Северную Африку. А там посмотрим. Каким получился мир? Я бы не знал его прям справедливым. Если мне нравится, что здесь мы кружили американцев из-за капитуляции, приятно. Британия просто взяла всю Францию. Я смог все забрать только с собой. Хотел бы я, конечно, хотя бы вот эти три региона забрать. Но ничего, но еще от британцев это все получил в один момент. Ну и, конечно, я хотя бы всю Африку северную забрал. Это, кстати, очень важно, потому что, опять же, в Британии, если я буду воевать, мне в Средиземное море очень важно контролировать. То есть, побыстрее Кипронцар здесь выбить, побыстрее здесь выбить Каир, забрать Суэц. Потому что, если у британцев здесь нету портов, то я, в принципе, в безопасности. Если есть, то всегда нужно где-то гарнизонить что-нибудь. Против нас позвали воевать в Швецию. Забавно. Ну, не знаю, Британия вряд ли туда высадится, но я тоже туда не достану. Так что будем просто сидеть на месте. Куда? А, ну, Британия, типа, потопила много кораблей, поэтому она захватила всю Францию. Круто. Но, тем временем, мы будем Балканы завоевывать. Вот, допустим, на Болгарию. На Турцию, скорее всего, я сделаю цель войны. Также потом, после Болгарии. Это, возможно, нас войну с... Дивостка, плевать. Войну с Германией ведет, поэтому перед этим я захочу Австрию и будем куда-то сюда двигаться. Советский Союз бедный воюет и воюет. Ну, я думаю, там просто из-за заводов нету... А, ну да, 10-12. То есть там миллион дивизий, но они просто все пустые, и поэтому Сталин вернет себе Советский Союз. Но будет оставаться в Союзе с Германией, видимо. Забавно. Не уступила Венгрия, а это значит что? Что мы сейчас будем воевать с Венгрией. Единственная проблема, у нас туда никак нельзя пройти. Но вот сейчас у нас закончится фабрикация на Болгарию, чтобы время поэкономить. И мы на Словении фабрикуем и пройдем, я думаю. Сейчас делаем 5 антифашистских рейдов, чтобы побыстрее 50% набрать. Наконец-таки отдать всю власть королю. И вот оно, наконец, 50%. Вся власть королю наконец-таки двигается. И, кстати, вот так вот выглядят наши новые истребители. Собственно говоря, сейчас мы их начнем в очень большое количество строить. Но часть этих заводов потом перейдет еще на морские бомбардировщики, которые я сейчас сделаю, и на танки. И вот они, наши новые полутные бомбардировщики. Если по-старому, то просто морские. Не заполняются у них еще у меня третий слот. Потому что, в принципе, не нужно. Первое, это главное оружие, как раз таки, что делают их морскими бомбардировщиками, это торпеды. Затем второе, просто чтобы у них была воздушная атака хорошая. Ну и все. Третье, по факту, им не нужно, потому что я не хочу добавлять им что-то на штурмовики. А по надводным целям вместе они не работают. Так что вот именно их мы и будем производить теперь. Пожалуй, вот так вот и сделаю сразу. Где-то десяточку. Поэтому можем так вот сделать. И вернуть все на свои места. Третье, мы их сделаем. Нормальное количество. В целом, прямо сейчас производство небольшое. Но оно успеет вырасти. И суть в том, как раз таки, что в один момент нам их не нужно будет слишком много. Поэтому этого количества хватит заводов. Так, готово. Мы уже нападаем на Болгарию. У нас есть Казбелли. Войска на границе. Самолеты на границе. Но я думаю, что мы это уже сделаем в следующей серии. На этой серии хватит, пожалуй. Тут мы с Британией в Союзе захватили Францию. Все еще войдем с США. Эта война будет очень долгой. США потихоньку подзывает какие-то европейские страны в свою коалицию. Но по факту просто на съедение нам. Хватим мы сейчас. Наверное, я думаю, иметь это в следующей серии. Вот это все. Плюс-минус. Затем мы же пойдем в какую-то Германию. Возможно, и в Советский Союз. Раз вы здесь видите, альянс такой большой. И Болгария здесь, кстати говоря. Значит, точно мы пойдем сюда. После Румынии и Венгрии. В Румынии я тут готовлю себе колобок. Потихоньку, точнее, хотел подготовить. Вот сейчас будем готовить, чтобы румынскую нефть забрать. У нас, в принципе, уже достаточно нефти, но больше-лучше. А эта серия, я думаю, заканчивается. Так что с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.